Горы Алтая являются колыбелью дикой и свободной жизни. Здесь преобладают сухие и холодные ветра с северного плато. Поэтому летом здесь царит засуха, а зимой холод. Именно здесь находится исток многочисленных рек Горного Алтая. Сюда берет начало история жизни. Речные долины таят в себе множество жизней. Они здесь живут и размножаются. Земля, которую природа формировала миллионы лет, скрывает много тайных историй, о которых мало кто знает. История речного бобра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова В течение полугода подо льдами пребывал в спячке бобер Юань Бао и только сегодня увидел первый солнечный свет ранней весны. Это была первая зима, которую он провел в одиночку. Юань Бао – это самец бобра. Речные бобры обычно живут семьями, но после трех лет полового созревания молодой бобер покидает семью и формирует свою. В апреле снег и лед по реке Урунгу еще не тает. Река отдыхает подо льдом. Но солнце ускоряет жизненные ритмы своим теплом. После того, как Юань Бао появляется из-подо льда, его тело очень слабое, ему необходима пища. Речной бобер – один из самых древнейших ныне живущих видов, появившихся более двух миллионов лет назад, в то время, когда животные в основном вымирали. Бобер выжил, но трансформировался лишь в одну десятую от первоначального размера. Поиски еды продолжались всю ночь, и ветви ивы были первыми в списке Юань Бао. Бобер является травоядным, и в долине реки есть необходимая для него пища. Он очень хочет есть. Хоть его шаги и медленны, они имеют ясную цель. Ветви деревьев ранней весной сухие и жесткие для Юань Бао. Он их тщательно выбирает и тащит к воде. Древесная часть ветвей не интересует речного бобра. Влажный луп – то, что ему нужно. Хорошее питание и безопасные условия проживания являются частью образа жизни речного бобра. Бассейн реки Урунгу в центре Азии является оазисом для жизни в убежище. Ястреб – хищник в долине реки Он охотится на мышей, а также нападает на одиноких детенышей. Поэтому травоядные животные стараются держаться группой. Лисица, обитающая в горах, часто бегает к реке за водой и добычей. Может легко скрываться от преследователей. Жилище речного бобра строится на берегу реки. Почти половина его жизни проходит под водой. У бобра хорошо развиты легкие, чтобы сохранить необходимое количество воздуха, что может позволить ему находиться под водой максимально – больше 10 минут. Крепкий хвост плавник позволяет ему быстро двигаться, спасая себя или добывая пищу. Поэтому нахождение под водой – это самый безопасный способ жизни речного бобра. Последние дикие племена речных бобров Азии сохранились на реке Урунгу и в верхней части реки Булгангол. Приходит лето, внизу по течению реки Урунгу количество воды в реке уменьшается. И потеряв свою защиту в воде, жизнь речного бобра становится беспокойной. На суше речной бобер очень неуклюж и медлителен. Перед уходом широкой реки жилище Юаньбао находилось здесь. Он продолжает осторожно обитать недалеко от источника воды. В русле реки много маленьких прудиков, которые становятся пристанищем Юаньбао. В этом году лето было унылое. К счастью в пруду растет камыш, любимое лакомство речного бобра. В засушливые дни выбор небольшой. В пруду пища иссякает, но у него хороший аппетит. Ему приходится рисковать, передвигаясь по земле и собирая ветки. обладая развитым обонянием и слухом, Юаньбао сохраняет высокую чувствительность к окружающему миру. Кабан – постоянный гость из долины. Они часто встречаются, но не проявляют интереса друг к другу. Сначала маршрут по поиску пропитания хаотичный. Постепенно маршрут фиксируется к ближайшему пруду. Музыка Также у него есть места, где он может спрятаться в любое время. Река продолжает пересыхать. Добыча пищи становится труднее. И территория действия Юаньбао расширяется. Он вторгается в царство других животных. Или можно сказать, что попадает в долгожданную ловушку. Атаки ястреба были частые и сильные. Ветви кустарника защитили Юаньбао. Ветви кустарника и обе стороны борются за выживание. Осада речного бобра привлекла не только ястреба. Лиса уже почувствовала соперника. Но не атаковала. Ждала лучшего времени для атаки. Ветви кустарника Но ястреб атаковал лесу. Под непрекращающейся атакой лиса сдалась. Очевидно, что она не хочет рисковать ради еды, которая не может быть легко доступной. В промежутке между атаками Юаньбао убежал обратно к пруду. Это игра сильных. Они все думают, что речной бобер будет в кармане. Поймают его легко, выжидая подходящий момент. Продолжающаяся засуха разделила речные пути на пруды. И стоячая вода вскоре стала мутной. Появление андатры привело к нарушению безмолвного покоя. Он стал ближайшим соседом речного бобра. Андатра непридирчива к пище. Выбирает любую еду, которая позволит ей выжить. По сравнению с речным бобром, они беспокоятся об окружающей среде. И это даже в самые плохие дни. Тут целый мир андатр. Перед речным бобром сложный выбор. В эту ночь он выбирает новый путь для добычи пропитания. Уровень воды понизился, и берег, где добывают пищу, стал недостижимым. Это бросает вызов в пределу движения речного бобра. В ту ночь Юаньбао больше не вернулся на тот пруд. Непрерывная засуха делает воздух ночью особенно тревожным. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В последующие дни Юаньбао появлялся в разных водоемах. Он плавал вверх по течению реки, плавая, двигался осторожно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В августе дождь льет, как по расписанию. Дождь, стекающий по заливу, постоянно подпитывает реку. Юань Бао плавает по реке в главном русле. Он целенаправленно устремляется в верховье реки Урунгу. Это долгий путь миграции. Прощаясь с прошлым домом, ему нужно снова найти безопасное жилище. Река Булгангул родом с гор Алтая. С севера на юг впадает в реку Урунгу. По верховьям река очень изверистая. Ее питают обильные воды. Плотные леса растут на обоих берегах. Юань Бао решил остановиться здесь. Он был очень занят, подбирая подходящие ветви вдоль реки. Ветки, которые он собрал, разделил. Нежные и сочные станут пищей. Более толстые ветви пригодятся для покрытия жилища. Все эти детали жизни наполнены мудростью речного бобра. Постройка дома заняла много времени. Пришлось сократить время дневного сна. Юань Бао столкнул груду земли к берегу и пометил ее мочой. У многих млекопитающих развито чувство своей территории. В дополнение к новому дому, исследовав территории, Юань Бао наслаждается плодородной едой долины. Много энергии, хороший аппетит и прекрасная жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Этот период от корма очень важен в годы, когда речной бобер растет. Лето в самом разгаре. Долина реки обильна водой, что обеспечивает животным большое жизненное пространство. Юань Бао начал двигаться дальше, расширяя границы своего обитания. Но в этот раз зашло все слишком далеко. Мгновенная небрежность могла привести к катастрофе. Это не случайная встреча, это результат терпеливого ожидания. Встретившись в зарослях леса, они на первый раз понюхали друг друга. Столкнувшись с лесой, действия Юань Бао были неожиданными. Так как он слабее от природы, лиса пыталась окружить бобра, отступавшего к реке. У реки произошла жесткая борьба. И лиса отступила. Молодая лисица не знала, как противостоять более крупной жертве. Благодаря этому Юань Бао избежал наказания. Испуганный Юань Бао снова встал на путь миграции, чтобы найти более безопасное место проживания. В незнакомой обстановке он не осмеливался высадиться на берег. Субтитры создавал DimaTorzok Где будет его жилище? Субтитры создавал DimaTorzok На берегу реки Юань Бао случайно встречает других бобров, своих сородичей. Речные бобры часто стерегут свою территорию и редко принимают гостей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Часто вместе они добывают пищу. Речные бобры знают друг друга. Теперь, возможно, одиночество Юань Бао закончится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В сентябре подходит к концу миграция Юань Бао. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Его новый дом был выбран в заливе на берегу широкой реки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он начал строить новое жилище. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Юань Бао выбрал подходящее место, у которого проход с одной стороны ведет к воде, а с другой к берегу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выход норы под водой скрыт и густо покрыт ветвями. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Осенью Юань Бао собирается сделать большое сооружение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы сохранить безопасность норы, он начинает строить плотину недалеко от норы вниз по течению. Сначала он толкает грязь под водой в высокую кучу, а затем использует поток воды, чтобы транспортировать собранные толстые ветви, вертикально выставленные в кучу, в виде вертикальных свай, свалив ветви и лыгальку вокруг него. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это самый трудный этап строительства плотины, который занимает несколько дней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Работы по строительству фундамента у речного бобра заканчиваются, когда ветви появляются на поверхности воды и начинают блокировать поплавки из верховья реки. Затем он продолжает равномерно распределять накопления до плотины, а затем накапливает грязь из пруда. И этот процесс длится несколько недель. Плотина растет с каждым днем, и ему достаточно глубины для выживания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Строительство жилища речного бобра – это процесс полный интеллекта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Определенная глубина воды не только защищает отверстия, но и может сохранить большое количество пищи под водой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Закончив свое жилище, Юаньбао будет жить здесь всю долгую зиму. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Осенью он начинает готовиться к зимнему хранению пищи. И одновременно Юаньбао все время обращает внимание на каждое изменение вокруг. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Леса, как тень следует за бобром, тоже ждет подходящие возможности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Юаньбао с помощью воды уже построил барьер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Строительство плотины – это цель всей жизни речного бобра. Она касается жизни и смерти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Миграция Юаньбао пока подошла к концу. Но самая крупная миграция в долине только началась. И это миграция людей, которая длится несколько месяцев. Люди спускались с гор, гоняли коров и овец, чтобы вернуться в долину до наступления зимы. Это ежегодное торжество, где люди танцуют и поют, радуются за упитанных овец и крепких коров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прибытие коров и овец нарушило спокойствие долины реки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они действуют безрассудно и беззаконно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это осенняя долина по пути возвращающихся домой коров и овец. Жилище Юаньбао наполнено беспокойным дыханием. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Овчарка вернулась на свою территорию, и она добросовестно выполняла свой долг по защите стада. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По-видимому, жилище Юаньбао вызвало ее интерес. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такое любопытство обеспокоило Юаньбао. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Юаньбао повел овчарку за собой по воде к плотине, подальше от своего наземного жилища. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Непроницаемая глубина воды перед плотиной, вероятно, заставит овчарку держаться подальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оба разумных животных, впервые столкнувшись друг с другом, подчеркивают свое владение территорией. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В самый напряженный сезон, речной бобер всю ночь работает на берегу и в воде, пряча вокруг жилища собранные запасы пищи, которые помогают ему пережить зиму. Туда и обратно, не останавливаясь всю ночь. Юаньбао старательно ремонтирует ветки, чтобы в ограниченном пространстве можно было запастись большим количеством пищи. А сильный характер позволяет ему уделять больше внимания деталям. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Андатры также заняты кормом. Они также занимаются запасами продовольствия на зиму. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Осмотр перед плотиной проводится ежедневно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это жизненный барьер. Плотина перекрыла воду, а также окружила рыбу. Поэтому Андатра появилась здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Она жадно охотится, бегая туда и обратно по плотине. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Даже ищет лазейку, чтобы пройти через дно плотины. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где плотина речного бобра вот-вот рухнет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда Юаньбао возвращается, глубина воды перед плотиной почти достигла дна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это значит, что все запасы пищи речного бобра и его жилища в опасности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Юаньбао изо всех сил работает, чтобы заблокировать плотину. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он подталкивает грязь пруда к выемке и собирает все, что можно использовать для восстановления жилища. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эти движения он повторяет и повторяет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гонка со временем для спасения жизни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В то время как Юаньбао ремонтирует плотину, его сосед делает заготовки пищи ни на мгновение не останавливаясь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доверяя друг другу, Юаньбао и сосед спасают свои дома разными способами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приближается зима. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И когда же закончатся испытания? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всего за несколько дней плотина выросла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тихо и настойчиво охраняя бобра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наконец до того, как снега накроют долину, у Юаньбао будет одно теплое и безопасное жилище. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это история жизни. Это тайна, скрытая глубоко в долине реки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Река течет, и жизнь продолжается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова